Девушки отдыхают 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 Ну и вот, собственно, всю информацию про второго бойца мы сейчас услышали от ведущего карата Усенова, 167-сантиметровый боец. И именно этим боем открывается турнир ВЕВ Селекшн номер 16. И бойцы сегодня заявят о себе во весь голос и, возможно, в последующем будут получать приглашение на турниры World International Federation, на турниры Pro Fight, возможно, даже Global. Ну, это такой старт пути. Оба бойца являются титулованными в любительских видах спорта, скажем, в своей любительской карьере. Например, тот же ВЕВ Селекшн, как сказал. Ведущий является чемпионом по боевому самбо, чемпионом страны. Дважды в 2017-2018 году Дениска добивался подобных достижений. И настроил у него сегодня боевой, но оппонент, конечно же, оппонент, безусловно, очень серьезный боец, скажем, которому он будет сочувствовать местная публика. ВЕВ Селекшн, который в любом случае является представителем узкой области, Харасу. Ну и совсем скоро первый бой. Стартанет. По председателю Рэфи в Артабане, Арампаула Тугуль. Отправился в красный угол. Его оппонент в углу синим. Бойцы, слушайте мою команду. Когда стоп, команда была сразу с аналитом. Сотылок, позвоночник, пах, не бьем. Соблюдайте правильно. Ну и вот последнее наставление от Рэфи. И совсем скоро бой начнется. Ожидается бой действительно горячим. Противостояние двух спортсменов, которые наверняка себе хотят сделать карьеру в боях. В смешанных единоборствах. Вообще, сами турниры, давайте после гонга, пошел отчет. Те оригинальные турниры Селекшн, региональные чемпионаты, которые проходят в различных странах Средней Азии, зачастую у нас в Кыргызстане, конечно же, и в первую очередь турниры Селекшн, направленные на поиски и подготовку перспективных спортсменов, победители, в свою очередь, получат возможность представлять себя и свою страну на международном турнире класса WEF ProFight. И впоследствии бороться за пояс чемпиона по версии ProFight. Но пока не самые активные действия от Махтебека, он больше такой в полупозиции, занял середину октагона. Динюшпек крутится вокруг своего оппонента, но также не приступает к особым действиям. Вот сейчас рефери подошел, чтобы немножечко взбодрить ребят, нужно, конечно, давать зрелище. Вся эта масса людей, которая пришла поболеть, прежде всего, за красивые бои и за развитие этого спорта, это не может не радовать. А мы напоминаем, красный угол, синий угол по два секунданта, не более. Либо минус балл вашему бойцу. Два секунданта, остальные уходят. Ну и вот, собственно, Кайрат Усенов сейчас обозначил правило. Минимум, максимум по два секунданта должны стоять в том или ином углу. Или будет минус балл. Сейчас мы видим, что в синем углу находится аж три секунданта. Но дело не в этом. Дело в том, что проходит непосредственно у нас в октагоне. А в октагоне следующее. Казабеков-Джинишпек насел на своего оппонента и прямо сейчас молотит его. Но браво, Махтабек, действительно, парень с большим характером. Умело защищается от этих ударов. Но все-таки мы видим, что у самбиста опыта побольше. Титул чемпиона, причем двукратного чемпиона страны по самбо. Это вам не шуточки. Первый раунд в самом разгаре и сейчас пошла Жара. Пытается Рахманов выбраться из-под оппонента. Но ему это не совсем удалось. Очень крепко носил Джинишпек. Здесь неплохой эпизод. Взял оппонента за ногу. Ну, собственно, разменялись ногами, скажем. Но, конечно же, в лучшей позиции находится боец из Джалалабада. Пока по этим трем минутам прошедшим можно сказать, что Джинишпек выигрывает своего оппонента. И если все продолжится в том же ключе, то первый раунд будет за ним. Хотя, возможно, досрочная остановка, если будет сдача от оппонентов. Но Мактебек непрост. И в грепплинге имеет приличный опыт. Для молодого бойца уж точно. Но на турниры ВФ не приходят совсем новички, если уж мы говорим об этом. То есть у всех ребят, конечно же, за спиной большая карьера спортсмена в том или ином виде спорта. И именно поэтому, мне кажется, вообще смешанные единоборствы стали настолько популярны. Потому что здесь зачастую происходит смешение стилей. И на заре вообще данного вида спорта еще в США 90-х годов очень много было боев, в которых бойцы, например, исключительно кулачного стиля дрались с борцами. И тогда каждый пытался выиграть за счет своего эксклюзивного умения. Но сейчас это все эволюционировало. Это все вышло на совсем иной уровень. И мы видим, что даже на таких региональных турнирах все же бойцы имеют большой опыт противостояния. Не только непосредственно в профильных дисциплинах, но и в целом в смешанных единоборствах. 3 раунда по 5 минут с 1-минутным перерывом. Ну и, собственно... Красный угол и синий угол по 2 секунда и не более. В октагон с рюкзаком заходить нельзя. Айрат Асимбаев сейчас последние указания раздал. Ну, собственно, первый бой всегда так бывает в регионах. Понятно, не все торопятся следить непосредственно за правилами. Вообще, Кайрат Асимбаев, прошу прощения. Вообще, World AirTaymash Federation в последнее время, наверное, захватил доминацию в регионе в плане проведения турниров. Сейчас это один из самых уважаемых и больших промоушенов. Очень много событий под эгидой этой организации проходит. И вот даже в этом месяце, если вы могли заметить, целых 4 события провели организаторы турниров World AirTaymash Federation. Это турнир Web Selection 14 здесь, в Ахжаре, который мы с вами наблюдаем. Прошел в начале мая, затем был турнир в Джалалабаде. Еще один турнир региональный, турнир Selection. Ну, а затем, конечно же, глобальное событие VF Global 12, который мы показывали в прямом эфире с дворца спорта именно Хажимукана. Я думаю, все любители смышленных единоборств за этим турниром наблюдали и наблюдали с любовью и наслаждением. Что ж, смотрим за вторым раундом. Пошел в атаку Мухтубек. Хочет доказать он себе и местной публике, что не зря появился в октагоне. Да, он проиграл первый раунд, но у него есть все шансы задоминировать во втором. Пошел в атаку Денишпек все-таки самбист, оно видно, сразу бросается в ноги. Попытка была уронить оппонента на настил, но Мухтубек не из простых. Действительно, говорящий у него имя, тейкдаун. Здесь скорее такой совокупный, скажем, оба бойца. Именно этого и хотели, а он, Денишпек, начинает бить коленом в корпус. Очень бой выглядит живо. Вот здесь неплохой захват, и Денишпек имеет хорошие шансы закончить бой досрочно. Начинает зажимать оппонента. Но Мухтубек не сдается. Да, Рахманов действительно парень с большим характером оказался. И несмотря на то, что видно, что у Денишпековски именно мастерства, наверное, чуточку побольше, тем не менее, Рахманов-Мухтубек за счет характера, за счет той самой настурности, да, держится в октагоне и не собирается сдаваться. Не смог его все-таки задушить Денишпек. В итоге вышел на неплохую позицию, насел на оппонента и попытается его с помощью ударов выиграть. Но из этой ситуации Рахманов выбирается и даже взял захват оппонента. Правда, потерял руку. Потерял руку, которую очень серьезно сейчас держит Денишпек. Да. Против самбиста, конечно, в такой ситуации очень тяжело. Но мы видим, что на характере выходит и из этой ситуации Рахманов. Браво. В любом случае, как бы ни закончился этот бой, мне кажется, стоит похвалить как одного, так и другого бойца. Вышел даже победителем из той позиции Рахманов. И сейчас эти удары, да, не самые болезненные, но тем не менее. Тем не менее, они идут. Кажется, что Денишпек устал. И сильно взял какую-то паузу. Интересно, слышат ли указания своих секундантов бойцы непосредственно. Потому что у нас мы со студией, ну, собственно, и вы, зрители, наверняка, слышите этот интершум. И такой гвалт стоит, что услышать какие-то отдельные реплики довольно тяжело. В каком-то смысле это противостояние напоминает такую, знаете, хорошую школьную драку, где два бойца и один на один при этом все за ними наблюдают. Вообще, сама атмосфера турниров Selection, она отличается от того, что мы видим, например, в Global. Но при этом нельзя сказать, что бои незрелищные. Вы сегодня увидите, друзья, в первом выпуске очень много противостояний. И пускай бойцы не самые известные, тем не менее, бои вас порадуют. Будьте уверены. Ну, и вот, собственно, я думаю, этот бой также многим любителям смешанных единоборств доставляет удовольствие. И судья принял решение оппонентов. Так, неужели Махтабек сдался? Да, есть ощущение, что мы упустили тот самый момент. И действительно, судя по реакции секундантов, Рахманов Махтабек поймался на захват оппонента. И первый бой выиграет Денишпек Казабеков. Правда, победителю потребовалась даже некая медицинская помощь. Очень долго он лежал на настиле. Вот, собственно, вышел секундант. После небольшой разминки, я думаю... Да, мы слышим, судья говорит, нет, он победил. И действительно... Довольно странная ситуация вообще. И в целом бой закончился неожиданно. Ну что ж, давайте послушаем, когда Томусаева сейчас он должен объявить победителя. Донаграждение приглашается Ахджар Айлану Башчусе, Султанов Арстан. Об этом бою во втором раунде за 4 минуты 25 секунд удушающим приемом Победу одержал Хазыбеков Денишпеку Хазыбекову. Поздравляем его с таким дебютом на турнирах ВЕВ. Продолжение следует...